Комплекс исторических зданий на Станционной теперь неприкосновенен. В правительстве региона решили включить больницу для мастеровых рабочих, инфекционные хирургические корпуса, детскую больницу и богодельню в реестр памятников истории и культуры в качестве объекта культурного значения регионального характера. Это значит, что здания должны быть сохранены в истории, облик их должен поддерживаться в надлежащем состоянии. До выхода распоряжения правительства Ивановской области Объект имел статус выявленного объекта культурного наследия. На сегодняшний день корпуса, которые были поставлены на охрану, стали памятниками архитектуры регионального значения. Утвердился окончательно статус объекта, подтвердилась категория объекта и его историко-культурное значение для всей области. Комплекс зданий, три расположенные на Ленина 112 под разными литерами, еще два на Ермака, первое медицинское учреждение в Иваново-Вознесенске, открыто в 1861 году. Это была очень современная больница, там была бактериологическая лаборатория, там был рентгеновский кабинет, там были врачи, штат, в общем-то, медсестер. То есть вот такая вот достаточно интересная и начинка в этого здания. Ну и само в архитектурном плане, конечно, вот я уже сказал, имеет большой ценность. Инфекционный корпус построен архитектором Напалковым. Выполнено сооружение в стиле модерн с элементами английской готики. Настоящее украшение города, по мнению краеведов. До 90-х годов рядом с инфекционным и хирургическими корпусами располагался главный корпус с церковью. Здание было решено снести. Было дано специальное разрешение с тем, что здание будет воссоздано по старым, по обмерам. Обмеры были выполнены тогда, но ничего так и не сделали, естественно. Потому что начались перестроечные процессы, вот там начали строить какое-то новое торговое здание, потом его тоже, как известно, сломали. Была идея установить церковь на старом месте, и тоже ничего из этого не получилось. Вот сейчас построили огромный торговый центр. Здание сумели сохранить в истории свое назначение. Больничные корпуса до сих пор работают. Но внешнему облику явно необходим ремонт. По мнению краеведов, грамотная реставрация должна быть проведена до того, как некоторые архитектурные элементы будут безвозвратно утрачены. Но пока о восстановлении речь в Департаменте культуры не идет.